Всем привет! Меня зовут Травинская Анна, я работаю в ЭПАМ. И мне хотелось бы поделиться своими наблюдениями, своим опытом в командной работе. Я считаю, что без отлаженной команды, без надежных коллег, без хороших отношений и без отлаженных процессов не будет наилучшего результата. Когда я говорю «командное тестирование», я имею в виду не только тестировщиков, а я имею в виду абсолютно всех людей, которые вовлечены в этот процесс. Когда мы тестируем, мы обращаемся к разработчикам, мы обращаемся к аналитикам. Также вовлечен в этот процесс и менеджер проекта, который выставляет сроки и который должен передать команде тестирование вовремя и ясно корректную информацию. Я хочу сегодня поговорить о тех мелких рисках, которые не всегда учитываются, но которые, к сожалению, очень уменьшают результат, делают его хуже. Давайте рассмотрим несколько ситуаций, которые знакомы каждому из нас. Одна из них — это когда приоритеты выставлены неясно. То есть тестировщик приходит на работу, у него есть, скажем, доска задач, и эти задачи, в общем, примерно одного приоритета. Человек выбирает то, что, возможно, ему легче или сейчас больше хочется сделать. Ясности в приоритетах нет. Также эта проблема возникает, если, например, сломанный телефон. Project manager передал тест лиду одну ситуацию, тест лид передал, сказав о другой задаче. Тестировщик тем самым, например, взялся за менее критичную задачу, а более критичная задача простаивает. Как выйти из такой ситуации, как ее предотвратить? Все очень просто. Нужно зафиксировать приоритеты. Как же их зафиксировать? Обычно пишутся письма, самый такой надежный способ. И я призываю не передавать на словах, не играть словно на телефон. А какими бы ни были хорошими отношения и доверие, все равно писать письма, потому что это фиксация, это человеческий фактор. Как раз я хотела предложить следующее второе решение, которое мы применили на нашем текущем проекте. Мы создали приоритизированный список задач. Каждый день в районе пяти вечера лиды собираются, обсуждают все задачи, выставляют им приоритеты. Примерно в восемь вечера этот список замораживается. Когда утром человек приходит на работу, он загружает свою страницу со списком задач, и он четко видит. Первая задача, вторая, третья, четвертая, пятая. То есть на приоритетах ждет все другое время и идут? Ну, мы тратим на это не так много времени, я бы сказала. У нас уходит 20 минут митинга, обсуждение это максимум. Да? Да. Мы не можем сделать, не пропустить некие правила, и рост-тестировщиков сделать более ответственными, ну, ответственных на них возложить, чтобы они уже... Например, если вы до доски говорите, скорее всего, о жире. А у жире есть задача, которая пришла, на этот доски, вы снова доски тестироваете, две недели назад. Какая задача... Да, я говорю не о жире, я говорю о том, что как раз от жира у нас ничего не получилось. У нас была путаница, и поэтому у каждого есть персональная доска именно только с твоими задачами. Когда ты приходишь утром, ты начинаешь работать с ней. И плюс такой доски в том, что она заморожена. Если, скажем, и причем это по согласованию с менеджером проекта, да, если, скажем, возникли какие-то критические условия, и нужно сделать какую-то задачу быстрее, она так или иначе попадет на доску только на другой день. То есть это нужно выйти совсем за рамки, чтобы вот за нее взяться, да. То есть это будет совсем другой уровень обсуждения. И поэтому всегда есть фиксированный список, и к этому привыкают все, и не только там разработчики, тестеры, к этому привыкают собственные руководители. То есть они понимают, что они должны взвесить это. И при тем, как прийти на митинг лицкий, они заранее взвешивают и обдумывают свои приоритеты, и уже там просто выставляют определенные циферки, и каждый человек получает список. Ладно, пойдем дальше, а то просто я не успею, у меня мало времени. Проблема размытых сроков. В общем, решается на самом деле так же. Всегда вот призываю, да, к тому, чтобы писались письма, как минимум, как минимум. Но вот если, например, каждый будет пользоваться своей доской, на ней также может выводиться срок этой задачи, и человек будет абсолютно точно знать, какой дедлайн и когда. Далее. Так, а тут у меня что-то, по-моему, съехало. Нет? Так, окей, сейчас я посмотрю. По-моему, что-то съехало немножко. Так, ну тогда сразу обсудим. Столкновение личных интересов. Это такой небольшой риск, который, опять же, часто не учитывается тест-лидами, когда, например, в команде несколько тестировщикам им дается общий скоп, из которого они берут там задачки, скажем себе, да, им говорят, вот там, разбирайте задачи, грубо говоря. И один из этих тестировщиков является индивидуалистом. Он хочет проявить себя за счет коллег, то есть на фоне их казаться лучше. Он хватает как можно больше задач, возможно, он их делает хорошо, а в итоге не складывается дружественных, хороших отношений с коллегами. Чем это чревато? Тем, что он знает разные тонкости, скажем, да, подводные камни, с которыми он сталкивался уже. Коллеги в других каких-то функциональностях, областях знают вот свои какие-то сложные моменты. Но так как они не коммуницируют, и у них общение разлажено, приходится как бы дважды делать ту же самую работу. То есть если бы они поделились друг с другом своим опытом, то время бы сократилось вдвое. И последнее — это выгорание. Это когда человек хочет достичь как можно больше и быстрее, и ему говорят, что все задачи очень критичны, и они действительно очень все критичны, но он хватается за первую, за вторую, за третью. И опыт показывает, что сначала такой человек взлетает, но потом очень быстро падает, потому что у него пропадает всякий интерес к работе, у него пропадают силы. Это основная причина. То есть здесь важно понимать, что задача критична, да, и когда у тебя есть четкие приоритеты, ты делаешь ее в свою очередь, но ты должен сделать ее качественно. Рассмотренные выше ситуации помогут поговорить нам об одном интересном законе работы в команде и вообще работе на проекте. Это закон компаса. Когда мы понимаем цели проекта, его краткосрочные цели, его долгосрочные цели, также четко понимаем, чего хотим мы достичь, нам проще двигаться дальше, нам проще найти тот подход к своей работе. Здесь что важно отметить? То, что свои личные цели всегда нужно согласовывать с проектными целями проекта. То есть когда мы стараемся перетягивать одеяло, мы можем навредить этому проекту. где-то выслуживать перед начальством или так далее, просто возникает определенный вред проекту, так как мы не являемся его частью, его механизма, а мы являемся как бы обособленной такой частичкой, которая сама за себя. Далее. Есть такая ситуация, когда на проекте, например, есть слабое звено. Это может быть даже и несколько таких людей. Это либо новички, либо джуниоры, либо человек, который столкнулся с той задачей, с которой он раньше не сталкивался, скажем, с той сферой, с которой он раньше не работал. И особенно этот риск велик, когда в команде в основном все игроки сильные, и только вот один игрок достаточно слабый. Иногда, опять же, руководителями, либо коллегами не учитывается то, что он еще не готов, он не справляется, либо делает свою работу хуже, чем другие. Опять же, он может делать свою работу хуже, чем другие, потому что он просто не заинтересован. Пассивен, ленив, скажем, не заинтересован в результате общего проекта. В данной ситуации, скажем, если тест-лит видит, что общие у него показатели хорошие, и не замечает этого проседания, то в какой-то момент это может выстрелить, потому что, скажем, если этот человек допустит ошибку перед показом, скажем, да, либо какая-нибудь мега-критичная бага уедет на прот, и потом, когда будет разбирательство, все пути приведут к этому человеку. И как это предотвратить и решить? Естественно, нужно наблюдать за динамикой работы каждого сотрудника, и даже не будучи руководителем, а просто находясь в команде, нужно иметь представление о уровне компетентности с тех, с кем ты работаешь. И расширять свою сферу доверия. То есть сразу все доверять кому-то нельзя, да, это логично. Как же проверить человека? Нужно по чуть-чуть доверять ему что-то менее важное и расширять свою сферу доверия. Нетривиальная задача – это немного похожий кейс, но все же другой. Это, скажем, если специалист, который уже зарекомендовался на проекте, вдруг получает задачу, ну, с которой он не знает, что делать. Возможно, функционал поменялся, возможно, за эту сферу отвечал другой человек, которого сейчас нет. И тогда специалист, так как он является таким уважаемым человеком на проекте, он немного теряется, скажем, да, вот, но не признается, он не говорит о том, что я не знаю, что делать, он просто говорит, что да, я беру эту задачу. В итоге, когда задача сделана, она, возможно, сделана неправильно, либо недостаточно хорошо. Что нужно было сделать? Нужно было изначально сказать, что, ребят, задача для меня новая, вот, я как бы готов разобраться, давайте поставим дедлайн. Тогда вместе с руководителем ставится определенный дедлайн, скажем, два дня. Вот два дня разбирайся, если у нас есть это время, если его нет, то, да, тогда два часа. Когда ты не, если ты не разобрался до конца, тогда тебе выделяется человек в помощь, который делает, либо задача передается другому. Из данных ситуаций вытекает такой закон цепи, что сила команды находится под воздействием ее самого слабого звена. Возможно, этот риск не всегда выстреливает, но, тем не менее, нужно понимать, что в сильной команде не должно быть слабых звеньев. А если они есть, то нужно знать это, учитывать это, помогать им, стремиться их как-то усилить, самим стремиться быть сильными звеньями. Вот. Ну и, как я уже говорила, понимать, да, какие люди вас окружают. Дальше. Ситуации. Скажем, гуру — это очень продвинутый человек в какой-то области. Обычно это разработчики, которые прямо вот они погружены с такой страстью во что-то. И они отличные люди, ты приходишь к ним за помощью, они говорят, да, окей, я тебе помогу, но ты сначала этот инструментарий освой. И ты такой, ну да, я освой этот инструментарий. Вот. Вот, за три дня. Вот. И, то есть, он не отказывает в помощи, он готов помочь, он хочет это сделать, но ему кажется с его высоты, что все должны это знать. Ребят, ну вы что, вы что, не умеете это делать, или вы не понимаете вот это? Ну как бы, ты же тестировщик, ты должна. Окей, да, я должна. И вот ты сидишь и тратишь ценное время проекта, три дня, неделю, осваиваешь инструментарий, все делаешь, окей, да, результативно. Но теряешь время, и тебе говорят, а почему так много? Ты говоришь, ну я же не знала. Вот. А что оказывается? Оказывается, все просто. Гору достаточно записать демо, которое можно будет передавать от тестера к тестеру, от джуниора к джуниору, и все, он потратит на это время 30 минут, и как бы, да, люди потратят на это тоже меньше времени на освоение. Либо второй вариант, более такой жизненный, наверное, сесть с тестировщиком, один раз начать с ним настроить инструментарий, пройти часть тестов и пойти дальше. Это можно записать, опять же, на видео. И все, проблема решена. Столкновение умов. Когда сталкиваются два гуры, скажем, два гуру сталкивается, либо два очень продвинутых тестировщика, скажем, сталкиваются, и имеют разное понимание, либо как тестить, либо как решать какую-то проблему, либо, скажем, о скоупе. Вот горят сроки, завтра у нас показ, приезжает министр, скажем, такая знакомая ситуация, да, кому-то. И нужно выбрать что-то наиболее критичное, выбрать, очертить скоуп, понять, что мы примем, предпримем какие методы, и возникает спор, что в этом случае делать. В этом случае ответственность несет на себе тот, кто занимает более высшую ступеньку, да. То есть это либо тест-лит, который берет на себя ответственность, либо он обращается к проект-менеджеру и говорит так и так. Вот у нас есть такая дилемма. И более, скажем так, высокий сотрудник, он берет на себя ответственность, принимает решение. Либо он синтезирует, либо он выбирает что-то одно. Закон плохого яблока. Все многие предыдущие ситуации, особенно вот последние там две, они часто провоцируют такое создание такой нездоровой обстановки в коллективе, когда возникают какие-то такие скрытые конфликты, потому что самые неприятные это скрытые конфликты. В нашей компании у нас есть политика компаний, которая регулирует отношения, поведение, естественно, то есть, да, там есть темы, которые нельзя трогать, надо быть воспитанным и все такое. Но, тем не менее, тем не менее, иногда есть такой негатив, который не регулируется, который находится внутри человека. Скрытый негатив. И это плохое яблоко. Потому что, если кто-то вызывает у вас негатив, или вы у кого-то, это очень подтачивает работу. Почему? Потому что тот человек, у которого этот негатив происходит, он теряет силы, во-первых. Во-вторых, коммуникация с этим человеком становится хуже. И важно здесь для себя просто отметить, отвечать только за себя. Не принимать никогда на свой счет все, что не касается работы. Как было сказано сегодня тут уже на одной из презентаций, что когда мы общаемся по скайпу, мы часто можем там не уловить интонацию, или мы переписываемся. Ой, а троллинг — это вообще моя любимая тема. Вот все горит, и тут начинает кто-то тебя троллить. А я, например, не въезжаю. У меня все горит, у меня завтра министр приезжает. И можно тогда просто сказать, слушай, давай вот говорим с тобой, что вот такой ситуации критической мы не будем троллиться, потому что я реально не понимаю. Ну как бы да. У меня нет юмора. Нет чувства юмора. Но я правда теряюсь в этой ситуации, и мне не до смеха. Ну просто можно честно признаться в том, что вам некомфортно. По-хорошему сказать, я немножко не понимаю твой подход. Поясни мне, может быть, я что-то делаю не так, что я делаю не так. Обычно люди идут на контакт. Лучше делать это лично, то есть вообще прям лично, ну или хотя бы голосом. Конечно, всегда должна быть дистанция, то есть тогда и обид не будет, потому что человек, он такой, какой он есть, он не обязан быть таким, каким нам хочется. Ну, собственно, ориентироваться только на себя. И последнее, что хотелось бы сегодня сказать, был такой Лев Гумилёв, это сын Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, великий русский учёный, который занимался, в общем-то, часть жизни тем, что исследовал общество людей, пассионарных, активных, энергичных личностей. И к чему он пришёл? К тому, что позитивно настроенные личности, которые не просто активны, но они при этом ещё и позитивны, их команды имеют наилучший результат. Обычно эти люди сделают работу сами, готовы сделать за другого и даже не пожаловаться. Я, конечно, не призываю к этому, я просто говорю, как это было у него. И эти люди всегда открыты к помощи. То есть когда ты к нему приходишь, это может быть гуру, но он тебе всё объяснит и покажет. И в этом будет большая разница. Один гуру тебе как бы откажет, скажет, ну, блин, учись, а второй скажет, ну, давай посмотрим, а вот тут вот почитай потом. И к чему я призываю? Это, собственно, мои личные, скажем так, пожелания, что стремитесь быть пассионарными в любой ситуации, даже если вы новичок, покиньте зону комфорта. Если у вас меньше опыта, предлагайте свои идеи ненавязчиво. Предлагайте, и даже если они окажутся глупыми, это ваш опыт, вам объяснят, что, смотри, это вот не подходит потому-то и потому-то. Таким образом вы ещё и наладите отношения с вашими руководителями, коллегами. То есть они увидят, что вы хотите того же хорошего результата. Инициируйте развитие событий. Это, в общем-то, вытекает из первого. И делитесь знанием всегда и везде. Всё, спасибо. Спасибо за доклад. Я правильно понимаю, что у вас в команде… Вы про опыт команды или про опыт общих компаний рассказываете? Ну, я про опыт в команде. Что у вас нету ничего похожего на наставничество. То есть нет человека, которому можно прийти, там, немножко понуть, как, ну, вот, предыдущий докладчик рассказывал, и которому можно обратиться за помощью, и он поможет, в отличие от гуру, который будет у тебя динамить всё время, когда я там подругу. Нет такого? Ну, нет. Вы не пробовали это вести и просто все проблемы решить? Мне кажется, что настолько много, вот, например, у нас на проекте технологий, что не может быть одного наставника, который во всём будет профи. Вот в чём дело. Довольно. Ну, да, хорошая идея. Вот. Вот. Ну, изначально должно быть распределение от руководителя, то есть он должен распределить задачи и, как бы, их количество, да. А во-вторых, это личная беседа, например, да, если человек всё равно, ну, скажем, вы говорите просто о том, что человек старается больше сделать и хочет больше сделать. Да? Просто выделиться можно по-разному. Можно засадить другого и выделиться, а можно самому себя проявить и выделиться. Когда человек хочет сделать много, это хорошо, да, с одной стороны. И тогда ему даётся для этого возможность. Вот. Но скоуп задач, если он общий, его надо разбивать. Не так, чтобы тестеры между собой его делили. Это моё, это моё. А так, чтобы пришёл тест-лит, разбил его чётко. И тот человек, который сделал быстрее, естественно, он получит ещё задачу. Да? Если он сделал её качественно и хорошо, вопросов нет. Вот. А если он пытается выделиться какими-то другими методами, тогда просто с ним беседуют. И у нас есть ещё система фидбэков, где мы пишем о людях просто с профессиональной, человеческой точки зрения, насколько приятно с ним работать. То есть, например, иногда пишут так. Очень профессиональный человек, но сложно там находит коммуникации с людьми. Вот. И это тоже какие-то рычаги влияния. Ну, я просто говорила о каких-то ситуациях, которые складываются. Не факт, что они сложатся у вас. Вот. Я просто говорила о том, тем опытом делилась, с которым я сталкивалась. То есть, когда то это перетягивание одеяла, оно вредит не только другому твоему коллеге, а оно вредит проекту в целом. Вот. Ситуация очень сильно зависит. Да, ситуация первая, если распределять задачи, это тем вид постоянно должен следить за загружением каждого определенного сотрудника. Если сотрудник, то там 20-30, так человек вышел и видит, на какой-нибудь там предназначенный уровень работает. А так человек должен видеть, что один пункт съел, если у него задач нет, то он должен обязательно забрать другого, и вот это каждый день, он в течение дня должен следить и заниматься вот этой работой. Ну, зависит, наверное, я думаю, от проекта, от ситуации, смотря сколько человек в команде. Тут надо уже как-то быть гибким. У вас будет срок на выполнение каждой задачи? Каким работают у каждой? Ну, честно говоря, вот… Это дни, это недели. Ну, это скорее дни, скажем так. И в этих условиях, если каждый день может меняться перед этой задачей, если человек находится в условиях, когда у него правила и время могут быть неопределёнными заставами, как он должен планировать вообще свою работу? Если он живёт в ходу неопределённости, то он не сталкивается вообще на его работу. Да, у нас мы сталкивались с этой проблемой, на самом деле, когда только ввели эту систему, но примерно мы так сделали ориентировочно, что 8 часов на задачу было, и тестировщикам получилось так, что наши списки трогали только раз в два дня. То есть список заморожен, и ты спокойно делаешь, чтобы не терять наработанный прогресс. Не-не, никто не кромсает. Задача в том виде, в каком она есть, она приходит. Вот. Получается так, что мы работаем на самом деле в рамках приоритизации старей. Старя — это такая довольно крупная задача, которая уже делится на меньшие. И уже, то есть те задачи оказываются наверху, которые, кем что делятся? Менеджером проекта и аналитиками, конечно. Вот. То есть… Это те же самые люди, которые наставляют приоритеты, или на другие люди? Это те же самые люди. Вообще, как у нас есть еще одна? Ну. У вас, чтобы Лиду назначить нахожусь к задаче, он просто набрасывает, вот тебе, вот тебе, вот тебе. Или же он погрузится к задаче, и ее изучит, вас определит сроки, какие трудные люди начинают выполнять. Здесь как раз работают коммуникации, потому что кто-то разбирается в чем-то лучше, кто-то в другом лучше. И у нас как-то такие очень дружественные отношения, когда Лид говорит себе, да, вот, давай что-то выберем. Да, я уже закончила, мне тут уже машет финиш. Вот. Спасибо. Продолжение следует...